Здравствуйте, уважаемые зрители! 19 ноября исполняется 90 лет со дня открытия Ульяновской краевой школы пилотов Асариахима. Сегодня у нас в гостях Виктор Иосифович Буткевич, краевед-исследователь. Он сегодня нам расскажет об истории создания этой школы, её существования и далее закрытия. Здравствуйте, Виктор Иосифович! Здравствуйте, Ирина! Сегодня я бы хотела поговорить с вами об истории лётной школы. Но начнём, наверное, разговор с того, как всё начиналось. Я всю свою жизнь проработал в авиационной промышленности. Сначала в Советском Союзе, потом в России. Работал в Ульяновском конструкторском авиационном приборостроении. И поэтому непосредственно был, так сказать, контаж, связан с людьми, которые занимаются разработкой самолётов и вертолётов. Когда у меня появилось увлечение, это было очень давно, ещё в детстве, я имею в виду увлечение, это филателия. Марками. Да, марками. Это было ещё в конце 50-х годов, когда я был школьником. Потом это с небольшим перерывом на учёбу в институте продолжилось и дальше. И в конечном итоге я, кроме того, что собирал марки, создавал коллекции и коллекции для экспонирования, участвовал во многих выставках. У меня этих выставок порядка 100 за всю эту жизнь набралось в разных городах и разных странах. И вот я перешёл уже к тому, что стал писать книги по филателии, по своему увлечению. И вот при написании одной из книг я узнал, что такой лётчик, герой Советского Союза, как Александр Гравец, оказывается, заканчивал Ульяновскую лёдную школу ещё в 30-х годах прошлого века. Это меня очень заинтересовало. Я попытался максимально выяснить ситуацию по этой школе в Ульяновске. К сожалению, информации было очень мало. Очень мало. И основное, что было, это тот музей, который был создан на Ульяновской средней школе номер один. который назывался «Люди-легенд», и который ещё в Советском Союзе, когда были возможны все эти поездки, контакты, собирание материалов, они создали такой музей. Этот толчок, который дал мне повод для того, чтобы разобраться в лучшей лётной школе с Ульяновской, и привёл к тому, что я уже 15 лет занимаюсь историей лётной школы. Вот когда я посетил вот этот музей на Ульяновске, мне, честно говоря, стало обидно, что на Ульяновске есть музей, посвящённый лётной школе. А у нас, в Ульяновске, практически ничего нет. И даже в нашем Крыльевическом музее буквально чуть-чуть экспозиция, она, будем говорить, соприкасается с этой школой. Хотя они, конечно, знали об этом, что такая школа была. И есть небольшое количество материалов. И я взялся за такую задачу, как-то отметить вот эту лётную школу в Ульяновске. Как отметить? Но создать музей – это сложно. А, значит, создать какую-то память в виде памятной доски, которую он может повесить на тех местах, где они были, это проще. Но оказалось не так-то просто и это. Я обошёл практически все организации, которые могли, так сказать, быть связаны и, в принципе, должны были быть связаны с лётной школой. Но, кроме как встречи с Александром Николаевичем Зубовым, вы ему знаете его, это, я сейчас, к сожалению, нет в живых, это директор музея-заповедника нашего. Да. Замечательный человек. Когда я к нему пришёл, начал рассказывать о своём вопросе, я его никогда в жизнь не видел перед этим. Он, и когда я сказал такие слова, что у нас в Ульяновске вот эта история школы практически забыта или слабо, так сказать, освещена, он мне сказал, что она не просто забытая, её просто никто не знает. Да. Сразу вызвал начальника отдела своего и сказал, вот давайте возьмитесь за этот вопрос, и чтобы, как минимум, мемориальная доска была на том здании, в котором находилась лётная школа. Где же находилась лётная школа? Лётная школа находилась, когда её в 1931 году основали. Сначала она должна была быть в Куйбышеве, но Куйбышев, будем говорить так, не принял это учебное заведение. Там были определённые трудности у них, и в первую очередь это создание, размещение аэродрома для адаптной школы. И вот её перевели в Ульяновск, то есть небольшой город провинциальный, в котором, в общем-то, и близкого ничего не было такого технического, ну, кроме как танковое училище, может быть, в то время. В 1931 году была основана Ульяновская лётная школа. А почему она была основана? Дело в том, что в 20-х годах, особенно во второй плане 20-х годов, прошлого века, большое внимание уделялось развитию авиации. Надо было как-то начинать как гражданскую, так и военную авиацию развивать. И вот для этого через ДОСАВ стали, тогда это называлось АСАВИАХИМ, стали развивать учёбу молодёжи, естественно, в первую очередь, в авиации. А, кстати, что такое АСАВИАХИМ? Расшифровать? Это добровольное общество, содействие авиации и хима, это что-то связанное с химией, химическим. В общем-то, это такая структура, которая способствовала развитию обороноспособности страны в разных направлениях. И вот под началом АСАВИАХИМа были аэроклубы. Это те учебные заведения, в которых учились без отрыва от производства. Вечером приходили. То есть это уже взрослые были, молодые люди? Вот. Но для того, чтобы они функционировали, их было достаточное количество, нужны были преподаватели, то есть лётчики-инструкторы, которые обучали вот этих вот молодых ребят, которые приходили заниматься в аэроклубы. И вот было принято решение, что вот эти преподавательские кадры должны воспитываться в лётных школах АСАВИАХИМа. Вот таких вот лётных школах, как и была в Ульяновске. Это послужило толчком для создания вот этой сети лётных школ, которые подчинялись, так сказать, АСАВИАХИМу. Они так и назывались, у нас, например, Ульяновская школа пилотов АСАВИАХИМа, имени там, ну вот у нас было имени Молотова. А здание само где было? Здание? Когда в 1931 году приехали первые организаторы и начинали первый набор, то город выделил два здания. Здание, кстати, очень хорошее здание, они до сих пор существуют. Это оба здания дореволюционные. Это на улице Гимова, там, где музыкальное училище. И здание на улице Гимова, где сейчас находится дворец бракосочетания. Вот где дворец бракосочетания, там было общежитие курсантов. А где вот музыкальное училище, где еще Ленин в первом классе учился, там были учебные классы, был штаб, вот это лётная школа. Вот это первое размещение лётной школы. Но потом, на следующий год, то есть это было в 1931 году, о чём я рассказывал, а в 1932 году в Ульяновске открыли Ульяновский авиационный техникум. И этот авиационный техникум был открыт в здании современного автомеханического техникума. В это время там был тракторный техникум имени Карла Липнета, по-моему. И вот его оттуда выселили, и в это здание прекрасное разместили, так сказать, этот техникум. Но прошёл ещё год, 1933 год, и было принято решение объединить Ульяновскую лётную школу и Ульяновской авиационной техникум. Получилась Ульяновская объединённая школа пилотов АСАВИАХИМА, потому что техникум тоже подчинялся АСАВИАХИМА. И вот с тех пор и до её закрытия, вернее, этой школы, она размещалась именно в здании, где сейчас находится Ульяновский автомеханический техникум. — Где находился первый аэродром лётной школы? — Первый аэродром лётной школы находился... Вот если посмотреть на въезд в Ульяновск и по улице Минаева, то выезжаешь на московское шоссе, и вот слева там был раньше, когда-то кирпичный завод ещё был там, делали кирпич там красный, и вот там был большой пустырь. И вот там на этом пустыре, это, получается, между московским шоссе и Свиягой, и был создан аэродром лётной школы. — А сейчас там что находится? — Сейчас там жилой район, там улица Полубина. — Ближе к автовокзалу, наверное. — Да, вот место автовокзала, оно, в общем-то, на этом месте. — И вплоть до проспекта Пятидесятилетия Волгареса. Это большая территория, там было два больших ангара для самолётов построенных. Вот это вот, так сказать, и было построено специально для лётной школы. Ну, будем говорить, не полностью, но в 1931 году. — Ну, это довоенное время было. — Да, да. Почему мы говорим о том, что лётная школа организовалась, её рождение 19 ноября... — Да, кстати. — ...31 года. Именно лётная школа. Вот если мы возьмём газету, главную газету Ульяновская, «Пролетарский путь» за 19 ноября 1931 года, то мы там увидим передовицу, в которой, так сказать, власти города призывают Ульяновцу прийти на открытие, открытие, подчёркиваю, лёдной школы. Её хотели открыть пораньше, но не был готов альродром. И вот пока его хотели сделать к 7 ноября, открытие торжественное. Но не получилось. И поэтому открытие школы было 19 ноября. И 20-го была большая статья в этой же газете, «Пролетарский путь», о том, как прошло открытие Ульяновской лётной школы. — То есть, получается, история нашей газеты тоже связана с этой историей, да? — Конечно, конечно. Ведь, например, когда начали заниматься строительством лётной школы, очень много привлекали работников разных предприятий. Ульяновская. И вот как раз «Пролетарский путь» у меня можно было часто увидеть объявление, «Завтра на строительстве от ромы лётной школы выходит 20 человек там оттуда, 20 человек оттуда, 10 человек оттуда». То есть они напоминали, они определённым образом также и следили. Ну, это был орган, ведь, горкома партии и городского совета. Они, конечно, отвечали и следили за тем, как развиваются события по строительству лётной школы. — А в военное время, вот, вы, наверное, историю-то прослеживали до нашего времени, да? — Да я прослеживаю, безусловно. Но я бы хотел вот до военного времени рассказать одну вещь, которая достаточно интересная и которую очень мало кто знает. Вот Ульяновскую школу в 35-м году на отделении механиков закончил Володя Мишенков. Это был человек, парень, который приехал учиться сюда из города Индзен. И вот он, не в 40-м, а в 35-м году закончил лётную школу. И его распределили на север, работать. Клав всем, всем, мор, путь вот туда. Он год проработал, а это был уже 36-й год. Очевидно, себя зарекомендовал с хорошей стороны, как работник. И в 36-м году была организована такая очень интересная и сложная, и опасная экспедиция. Это был перелёт по всему северному ледовитому пути. Вот надо было пролететь. И вот они на гидросамолёте, на гидросамолёте, в месте, где был капитаном, руководителем этого полёта, Молоков, герой Советского Союза, один из тех, кто спасал челюсткинцев. Вот Молоков, это знаменитая личность в то время, очень знаменитая. Их тогда встречали, этих лётчиков, как космонавтов потом встречали в 61-м году. И вот Мишенков попал к нему в экипаж. Там было несколько человек экипажа. И он попал туда. Молодой парень, только что, будем говорить, закончивший лётную школу. И он принимает участие в этой экспедиции. Этой экспедиции они вылетели из Красноярска, перелетели по Ходское море, вышли на Берингов пролив, а потом прошли весь северный морской путь до Архангельска. Это им подавалось тоже огромное значение. Об этом знал и Сталин, и всё. Там он посылал нам поздравления с этим, так сказать, перелётом, что вот они вылетают, всё. И они там... С ними был и писатель довольно известный, Горбатов специально направлен, который потом написал большой очерк посвященному этому полёту. Значит, они долетели до Архангельска. И оттуда пришло руководству Архангельской области указание, чтобы они на своём самолёте прилетели в Москву. И не просто прилетели, а сели на Москву-реку. А это же гидросамолёт. И они полетели. И вот они сели на Москву-реку. Их встречали, конечно, очень торжественно. Там были первые лица государства. Ну, кроме Сталина. Там был Молотов, там был Каганович. Ещё многие другие были. Руководство глав всего морпути и так далее. Их встретили. Отвезли сразу в Кремль. В конечном итоге они все были награждены. И вот этот парнишка молодой тоже был награждён в ордену Трудового Красного Знамени. Получил премию 10 тысяч рублей. Интересный факт. А мы уже приближаемся к военному периоду. К военному периоду. Ну, могу сказать, что что в 40-м году было принято правительством решение, что вот такие школы, как наша Ульяновская, будут готовить не только лётчиков-инструкторов для аэроклубов. Их будут готовить уже для того, чтобы они могли воевать на боевых самолётах. То есть, были включены определённые дисциплины, так сказать, в учебный процесс, связанные с пилотированием в боевых условиях. Были уже и самолёты, которые могли как-то помочь обучаться. Например, был самолёт Р-5, поликарповый, который принимал участие в войне, кстати, ещё. Он был и разведчиком, и истребителем. Смотри, как его сделали. Но потом, когда уже война совсем близко подошла, основной упор на выпуск в этой Ульяновской лётной школе был на лётчиков-истребителей уже, а чуть позже на лётчиков-штурмовиков. Лётчики-истребители, они здесь были у нас самолёты И-15, И-16. Это те самолёты, которые также ещё участвовали во время Великой Отечественной первоначальный период, ну, в первые два года. А начиная с 1942-го, а ещё больше с 1943-го года, у нас учили на самолётах Ил-2, на штурмовиках. Это был уже такой самый, один из самых серьёзных самолётов периода Великой Отечественной войны. То есть, здесь у нас были эти самолёты, их, кстати, делали и рядом в Самаре, тогда Куйбышеве, там, на авиационном заводе. И большинство потом людей, которые, выпускников нашей Ульянской лётной школы, они именно были обучены на Ил-2. Всего в период Великой Отечественной войны было, так сказать, выпущено 880 лётчиков. Это очень много. Я не говорю о том, что тысячи лётчиков были выпущены и механиков до войны, до военный период за 10 лет, а вот здесь 880 человек. То есть, обучение не прерывалось ни на день во время войны? Нет, вы что? Наоборот. Здесь обучение было очень интенсивным, в том числе и в Ульянской лётной школе. Наверное, среди них есть и герои Советского Союза? Есть. Есть и немало. Когда я начал заниматься и был в Ново-Ульянске музее, там был такой стенд большой, на котором был список героев Советского Союза, которые закончили нашу Ульянскую школу. Там было 26 фамилий, 26 человек, которые были официально признаны вот у нас в Ульяновске, и в Крымвейческом музее были эти сведения, 26 человек. Сегодня могу сказать, после вот этой моей работы, связанной с историей и поиском по лётной школе, 60 человек, герои Советского Союза. Из них, я бы сказал если поточнее, 57 героев Советского Союза, один герой России, который получил значительно позднее, но за свои подвиги, которые он совершил во время Великой Отечественной войны, и два человека, герои социалистического труда. То есть это для в общем-то небольшой школы довольно-таки вот эта цифра весьма и весьма большая. Вот если мы возьмем наше Ульяновское танковое училище, которое было значительно больше, и училось там больше, там, конечно, побольше, но где-то может быть ближе к 100, около 100 человек, может 100 с небольшим, я сейчас точно не помню, цифры меняются, ищут и находят новых героев, но здесь 60 человек, конечно, можно только гордиться. А они, кстати, уроженцы Ульяновска, Ульяновская область или нет? Нет, это школа была, в которой учились со многих регионов, приезжали сюда, я могу сказать про Ульяновских более конкретно, то, что Ульяновские ребята, которые закончили школу, их семь человек. Герои Советского Союза. Герои Советского Союза. Виктор Васильевич, может, назовем фамилии героев Ульяновцев? Назовем, конечно. Наиболее, наверное, известным у нас является это герой Советского Союза Николай Семенович Герасимов. Он получил среди Ульяновцев первое звание Героя Советского Союза. У него, по-моему, 114-й был знак самой звезды. Он получил это высокое звание за свое участие в гражданской войне в Испании. А потом у него был очень богатый копт развития событий. Он участвовал в боях на Халфинголе, он участвовал в Финской войне, Великой Отечественной войне и войне с Японией. То есть он за свою жизнь совершил более 500 боевых вылетов. Это очень много. Очень да. Вот, например, штурмовики если так для примера сказать, у них среднее количество боевых вылетов было порядка ну не больше 10. Потом их сбивали и они погибали. То есть молодые ребята, которые были. А 500 это очень серьезно. Кроме этого можно назвать фамилией Алексеев Борис Павлович, имя которого у нас на стиле где 30-летие победы, поскольку он погиб в Сталинградской битве. Это Гуслив Георгий Данилович, который был участником Финской войны и за Финскую войну, где было мало присвоения звания Героя Советского Союза. Он получил звание Героя Советского Союза. Ерофеевский Африкан Платонович, Панчкин Николай Степанович. Панчкина их вообще было двое, оба были летчики, они оба Сурского района. Они родственники, да? Да, они братья родные. Это редчайший случай, когда два родных брата в одной семье оба стали Героями Советского Союза. Редчайший случай. Самочкина Анатолий Васильевич, Сергеев Василий Павлович, Якурнов Иван Федотович. Это Якурнов, который большую жизнь достаточно прожил, и он много лет отдал еще нашему институту в школе высшей летной подготовки. И он был организатором, инициатором, организатором того музея гражданской авиации, который сейчас находится рядом с нашим аэропортом. Ну, а кроме этого, на это вот будем говорить герои Советского Союза, было много и других, будем называть их героями. Это заслуженные военные летчики Советского Союза, летчики-испытатели, чемпионы мира по высшему пилотажу, много таких вот, авиационные судьи международного класса. То есть из этого училища вышли много, вышло много одаренных, ответственных, смелых людей. А то, что они вышли такие оттуда, ну, говорит о том, какой был учебный процесс, и как был поставлен училище. Вот так получилось, что преподавательский состав в нашем провинциальном городе, ну, конечно, они приехали. Был весьма высокий по качеству. Это можно вот как определить даже очень просто. Вот, например, в 35-м году Асавиахимом был объявлен конкурс на создание учебного учебника по гражданскому самолету, на котором учились летать УТ, УТ-1 или У-1, У-1, по-моему. Так вот, в этом конкурсе участвовали многие люди из школы, а победили наши. И этот учебник неоднократно потом переиздавался, по нему учились. А в 39-м году, по-моему, был выпущен преподавательским составом учебник авиационный мотор М-11, очень распространенный в то время на самолетах. И он тоже неоднократно издавался, и в том числе и даже после войны. Вот такие люди, они учили вот этих вот ребят молодых. В нашей школе летно повезло. Да. А что было в послевоенное время? В послевоенное время ну, летчики, штабы, руки уже никому не нужны были. Да. Когда война закончилась, началось сокращение летных школ везде, не только в Ульяновске. И осенью 45-го года наша летная школа была ликвидирована. Да. Сокрыта. То есть этим заканчивается ее история. Спасибо большое, Виктор Иосифович, что пришли и рассказали об этой истории нам и нашим зрителям. Я думаю, что продолжение будет следовать. Вы до сих пор работаете над этой темой. Ну да, в общем, конечно. Спасибо большое. До свидания. Погрелся. Редактор субтитров